На этот раз сотрудники Роспотребнадзора, полиции и отдела содействия предпринимательству администрации вновь посещали магазины, в том числе и федеральные торговые сети. В первые же минуты проверяющие столкнулись с одним из самых распространенных нарушений – несоблюдение масочного режима. Об этом во время оперативного совещания главе доложил замначальника территориального отдела Роспотребнадзора. Мы видели, как сотрудники магазина неоднократно призывали посетителей надеть маски, но не все реагировали на просьбу. А ведь за нарушение установленных норм выписывается не только предупреждение. Предпринимателю могут назначить штраф, в том числе, если масочный режим не соблюдают посетители. В составе рабочих групп, которых в ежедневном режиме проводят рейды, находятся сотрудники полиции, сотрудники комитета по управлению собственностью Минзима имущества Республики Башкортостан. В принципе, все нарушения могут быть фиксированы и составлены административные акты о нарушениях на наложение штрафов. Эта работа тоже уже ведется и начата. Еще раз хочу обратиться ко всем предпринимателям. Необходимо соблюдать требования масочного режима, перчаточки должны быть на руках, обязательно ведение журнала замеры температуры, журнала ведения санитарной обработки всех поверхностей, уборки помещений. Эти требования неукоснительны к восполнению, как в парикмахерских, как в магазинах, как в торговых центрах, во всех общественных местах. Подобные рейды с участием полиции, Роспотребнадзора и администрации города продолжатся в ежедневном режиме. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается сложной. Специалисты просят отнестись серьезно к ограничениям, которые направлены в первую очередь на сохранение здоровья. Марина Медвинская, Заддов Ледшин. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин